Всем привет! Сегодня готовлю чудесное, воздушное, хрупкое, очень вкусное шоколадное безе. Такой десерт настоящий праздник для любителей безе и шоколада. Подготовьте противень, застелив его пергаментом и включите духовку 110 градусов с конвекцией. У меня в Диже 120 г яичного белка, примерно 4 яйца первой категории, чуть меньше. Добавляю в белки щепотку соли и 200 г сахара. Перемещаю на плиту на водяную баню, дном Диже не должна касаться воды и лениво помешиваю все венчиком. Белки нужно нагреть примерно до 50-55 градусов, но в принципе термометр здесь не обязателен, как вы увидите, что сахар растворился, дежу можно снимать. Очень сильного кипения в водяной бане не допускайте, взбивать на этом этапе ничего не нужно. В общем, как вы поняли, но если не поняли, то знаете, я готовлю швейцарскую меренгу. Если белки перегреваются, а сахар еще не растворился, выключите водяную баню, помешайте так, а потом опять включите. Возможно, у вас очень сильный нагрев. Проверяйте смесь визуально или двумя пальцами растирайте, чтобы убедиться, что весь сахар растворился. Снимите дежу с водяной бани и взбивайте на среднем высокой скорости до плотной устойчивой массы. Она должна быть красивой, блестящей, примерно на это уходит 10 минут. Во время взбивания безе пульсами в микроволновке растопите 120 г черного шоколада от 50%. Не используйте молочный, будет очень сладко, даже если вы не фанат черного шоколада, все равно добавьте именно его. В сочетании с безе получится очень вкусно. Видите, масса гладкая, блестящая, но в то же время уверенно держатся на венчике, то есть нужно даже усилить, чтобы ее стряхнуть. Выливаю на меренгу растопленный шоколад. Пастеризованные белки тоже можно использовать, если вы уверены, что они хорошо взбиваются, а то много жалоб на пастеризованные белки. И теперь буквально двумя-тремя широкими движениями перемешайте. Все, больше не нужно. Для отсаживания лучше всего подойдет и такая ложка для мороженого, она с отделителем. Если такой нет, не беда, берите 2 столовые ложки и просто оставляйте такие шары, они не должны быть равномерного цвета. И вот в таком виде сажайте их в духовку на 2 часа. После этого духовку выключайте и оставляйте безе до полного остывания, лучше на ночь. Вот мои прекрасные меренги на следующий день, они полностью высохли, но разломать вряд ли получится, давайте попробую разрезать. Вот полностью сухие внутри. Вот такое прекрасное шоколадное безе у меня получилось и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Ну вот видите сколько у меня здесь обрезков, обломков и прочих прелестей. Это очень вкусно, рассыпчатая, хрустящая. Черный шоколад немного снизил сладость. Мне кажется, что союз меренги и шоколада вообще прекрасен. Такие чудные пирожные в миниатюре. Ну хотя не совсем миниатюре. Продолжение следует...